Издательство Эксмо. Агата Кристи. Убийство в доме Викария. Было значительно позже, полседьмого, почти семь, когда я подходил к своему дому. Неожиданно калитка распахнулась, и из моего сада вышел Лоуренс Рейдинг. При виде меня он замер, как вкопанный. Меня же поразил его вид. Он выглядел как безумец. Глаза выпучены, кожа мертвенно-белого цвета, весь трясется и дергается. У меня в голове даже промелькнула мысль, что он напился. Однако я тут же отогнал ее. — Здравствуйте, — сказал я. — Вы хотели еще раз повидаться со мной? Извините, у меня было срочное дело. Только что вернулся. — Сейчас я буду занят. У меня назначена встреча с полковником Протеро. Нам нужно кое-что обсудить. Но она не займет много времени. — Протеро, — произнес он и начал смеяться. — Протеро? У вас назначена встреча с Протеро? — О, вот вы и встретитесь с Протеро. — О, Господи, да! Я изумленно уставился на него и, поддавшись порыву, протянул к нему руку. Он резко отскочил и почти выкрикнул. — Нет, я должен уйти, чтобы подумать. Мне нужно подумать. Я должен подумать. Рэдинг побежал и исчез за поворотом дороги, ведшей к деревне. Я же стоял и смотрел ему вслед, и меня снова посетила мысль о том, что он пьян. Спустя несколько мгновений я повернулся и, качая головой, прошел в сад. Парадная дверь у нас никогда не запирается, однако я все равно позвонил. На звонок вышла Мэри, вытирая руки фартуком. — Наконец-то вы вернулись, — заявила она. — Полковник Протеро пришел? — спросил я. — В кабинете. Сидит там с четверти седьмого. — А мистер Рэдинг тоже заходил? — Пришел несколько минут назад. — Вас спрашивал. — Я сказал ему, что вы вернетесь с минуты на минуту и что полковник Протеро ждет вас в кабинете. А он сказал, что тоже подождет, и пошел туда. Он и сейчас там. — Нет, там его уже нет, — возразил я. — Я только что встретил его на улице. — Ну, значит, я не слышала, как он ушел. Он пробыл там не больше пары минут. Хозяйка еще не вернулась из города. Я рассеянно кивнул. Мэри ретировалась на кухню, а я прошел по коридору и открыл дверь в кабинет. Я заморгал, когда после полумрака коридора мне в глаза ударил яркий свет заходящего солнца. Сделав один или два шага, я замер, будто громом пораженный. До меня не сразу дошло увиденное. Полковник Протеро в неестественной позе лежал на моем письменном столе. Рядом с его головой натекла лужица какой-то темной жидкости. И эта жидкость капала на пол с дожути размеренным кап-кап-кап. Я собрался с духом и подошел к нему. Его кожа на ощупь была прохладной. Я поднял его руку, а когда выпустил, она безжизненно упала вниз. Полковник был мертв, убит выстрелом в голову. Я вернулся к двери и позвал Мэри. Когда она пришла, я велел ей со всех ног бежать за доктором Хейдеком, который жил на углу. Я сказал ей, что у нас случилось несчастье, после чего закрыл дверь и стал ждать доктора. К счастью, доктор оказался дома. Хейдек — хороший парень, большой, рослый и широкоплечий, с честным, слегка грубоватым лицом. Его брови поползли вверх, когда я молча указал ему на стол. Но как истинный врач он не выразил никаких эмоций, лишь склонился над умершим и стал быстро осматривать его. Потом выпрямился и повернулся ко мне. — Ну? — спросил я. — Он мертв довольно давно. С полчаса, я бы сказал. — Самоубийство? — Исключено, дружище. Взгляните на расположение раны. Кроме того, если он сам стрелял в себя, где оружие? — А ведь верно. Никакого оружия поблизости не было. — Мы не должны ничего трогать, — сказал Хейдек. — Я звоню в полицию. Он взял трубку, как можно короче изложил факты, затем положил трубку на место, подошел ко мне и сел рядом. Хуже некуда. — Как он тут оказался? Объяснив, я спросил слабым голосом. — Это... это убийство? — Похоже на то. — А что же еще? — Удивительное дело. Интересно, у кого был зуб на старика? — Конечно, я знаю, что он не пользовался популярностью, но люди редко убивают из-за неприязни. И вот нате. — Есть одна очень любопытная деталь, — сказал я. — Сегодня днем мне позвонили и вызвали к умирающему прихожанину. Когда я пришел туда, встретили меня с крайним удивлением. Больной выглядел значительно лучше, чем несколько дней назад, а его жена категорически отрицала, что звонила мне. Хейдек свел брови на переносице. — Это наводит на размышления, да еще какие. Вас убрали с дороги. Где ваша жена? — Уехала в Лондон на целый день. А горничная? — На кухне, в противоположной части дома. А это говорит о том, что она, вероятнее всего, не слышала, что происходит здесь. Гиблое дело. Кто знал, что Протора собирается к вам сегодня вечером? Он во всеуслышание объявил об этом на всю деревню сегодня днем, когда мы стояли на улице. — То есть об этом знала вся деревня? Хотя они и так узнали бы. Известно, кто был настроен против него. Мне сразу вспомнился Лоуренс Рейдинг, бледный, с выпученными глазами. Ответить мне помешали шаги в коридоре за дверью. — Полиция! — объявил мой друг и встал. — Нашу полицию представлял констебль Херст. Вид у него был важный, но при этом слегка встревоженный. — Добрый вечер, джентльмены! — поздоровался он с нами. — Инспектор прибудет с минуты на минуту. А пока я буду следовать его указаниям. Как я понимаю, полковник Проттера был найден мертвым. Его убили в доме викария. Он замолчал и устремил на меня полный холодного подозрения взгляд, на который я ответил с подобающей в этой ситуации озабоченной невинностью. Констебль передвинулся к письменному столу и объявил. — Ни к чему не прикасаться до приезда инспектора. Полисмен достал блокнот, послюнил карандаш и выжидательно посмотрел на нас обоих. Я повторил свою историю о том, как обнаружил тело. Записав все, на это ушло некоторое время, констебль обратил свой взор на доктора. — Доктор Хейдек, что, по вашему мнению, стало причиной смерти? — Выстрел в голову с близкого расстояния. — А оружие? — Не могу точно ответить на этот вопрос, пока не извлеку пулю. Но должен сказать, что, по всей вероятности, пуля была выпущена из пистолета малого калибра. К примеру, из Маузера двадцать пятого калибра. Я вздрогнул, вспомнив наш вчерашний разговор и слова Лоуренса Рейдинга. Полицейский констебль тут же впился в меня своим ледяным, бесстрастным, как у рыбы, взглядом. — Вы что-то сказали, сэр? Я покачал головой. — Какие бы ни были у меня подозрения, они всего лишь подозрения, поэтому я буду держать их при себе. — Когда, по-вашему, произошло это трагическое событие? Доктор поколебался мгновение и ответил. — Я бы сказал, что этот человек мертв более получаса, но точно не дольше. Херст повернулся ко мне. — Горничная что-нибудь слышала? — Насколько мне известно, ничего, — ответил я. — Но лучше спросите у нее. В этот момент прибыл инспектор Слак. Две мили от матч Бенхэма он проехал на машине. Об инспекторе Слаке я могу сказать немногое, а именно то, что вряд ли найдется другой человек, столь решительно восстающий против своей фамилии. Слак — ленивый, вялый, слабый, расхлябанный. Этот темноволосый мужчина с цепким взглядом в черный глаз отличался неугомонностью и энергичностью, а его манерой грубостью и крайней властностью. Он ответил на наше приветствие коротким кивком, взял у своего подчиненного блокнот, внимательно прочитал написанное, тихим голосом обменялся парой фраз с констеблем, затем подошел к телу. — Как я понимаю, тут все уже заляпали и передвинули, — сказал он. — Я ни к чему не прикасался, — сказал Хейдек. — Я тоже, — сказал я. Инспектор некоторое время сосредоточенно смотрел на вещи, расставленные на столе, и изучал лужицу крови. — О, не без торжества, — воскликнул он. — Вот то, что нам надо. Часы опрокинулись, когда он повалился на стол. Это дает нам точное время преступления. — Двадцать две минуты седьмого. — Доктор, когда, говорите, наступила смерть? — Я сказал, примерно полчаса назад, но... — инспектор посмотрел на свои часы. — Пять минут восьмого. Меня известили десять минут назад, без пяти семь. Тело обнаружили примерно без четверти семь. Как я понимаю, вас вызвали немедленно. — Значит, вы осматривали его минут за десять до... — Это дает нам возможность установить время с точностью до секунды. — Я не ручаюсь за точность, — сказал Хейдок. — Это приблизительная оценка. — Вполне подходит, сэр. — Вполне. Я попытался вставить слово. — Что касается часов... — Прошу меня извинить, сэр. Я сам задам вам вопросы, которые меня интересуют. У нас мало времени, а сейчас мне нужна абсолютная тишина. — Да, но я хотел бы предупредить вас. Абсолютная тишина! — сказал инспектор, бросая на меня свирепый взгляд. — Я удовлетворил его желание. — Почему он здесь сидел? — проворчал он себе под нос, продолжая таращиться в письменный стол. — Он хотел написать записку. — Здравствуйте. — А это что? — Инспектор с победным видом поднял на вытянутой руке лист бумаги. Он был так доволен своей находкой, что даже разрешил нам подойти к нему и изучить ее вместе с ним. Это был лист почтовой бумаги с эмблемой прихода, и на верхней строчке стояло время — шесть двадцать. — Дорогой Клемент, — начиналась записка, — сожалею, дольше ждать не могу, но я должен... На этом почерк превращался в нечитаемые каракули. — Ясно, как день, — радостно объявил инспектор Слак. — Он сидит здесь и пишет вот это. Враг тихо входит через окно и стреляет в него. Что еще вам надо? — Я просто хотел бы сказать, — начал я. — Соблаговолите отойти в сторону, сэр. Я хочу проверить, есть ли отпечатки подошв. Полицейский встал на карачке и стал продвигаться к открытому окну. — Думаю, вы должны иметь в виду, — продолжал упорствовать я. Инспектор поднялся и заговорил без возмущения, но твердо. — Мы обсудим все это позже. — Я буду крайне обязан вам, джентльмены, если вы уйдете отсюда. Будьте любезны, выйдите вон. Мы подчинились, смирившись с тем, что нас прогнали, как детей. Казалось, прошло несколько часов, хотя на самом деле было всего четверть восьмого. — Ну, — произнес Хейдек, — такие вот дела. Когда этот напыщенный осел захочет увидеться со мной, отправьте его в мой кабинет. До свидания. — Хозяйка вернулась, — доложила Мэри, на минуту появившись из кухни. Ее округлившиеся глаза возбужденно сияли. — Зашла в дом пять минут назад. Я нашел Гризельду в гостиной. Вид у нее был испуганный, но не подавленный. Я все рассказал ей, и она меня внимательно выслушала. — На записке опозначено время шесть двадцать, — закончил я. А часы опрокинулись и остановились в шесть двадцать две. — Да, — проговорила Гризельда, — но разве ты не сказал ему, что мы всегда ставим их на четверть часа вперед? — Нет, — ответил я, — не сказал. Он отказался меня выслушать. Я старался изо всех сил. Гризельда озадаченно нахмурилась. — Но послушай, Лен, — сказала она, — ведь с учетом всего этого складывается чрезвычайно странная ситуация. Потому что когда часы показывали двадцать минут седьмого, на самом деле было пять минут седьмого. А в пять минут седьмого полковник Проторо еще не пришел к нам в дом. Мы некоторое время обсуждали ситуацию с часами, но так и не пришли ни к какому выводу. Гризельда сказала, что я должен еще раз попытаться поговорить об этом с инспектором Слаком, но я сомневался в успехе, потому что мог назвать инспектора лишь упрямым ослом. И никак иначе. Инспектор Слак вел себя недопустимо грубо, хотя надобности в этом не было. Я с нетерпением ждал момента, когда у меня появится возможность внести свою лепту в расследование и тем самым оконфузить его. Вот тогда я в мягкой форме упрекнул бы его, если бы вы только выслушали меня, инспектор. Я рассчитывал, что он хотя бы переговорит со мной, прежде чем уезжать, но, к нашему удивлению, мы узнали от мэри, что Слак отбыл, предварительно заперев кабинет и отдав приказ, чтобы никто не входил в комнату. Гризельда собралась идти в Волт-Холл. — Это, наверное, страшное испытание для Энн Проттера. Полиция и все такое, — сказала она. — Возможно, у меня получится хоть чем-то помочь ей. Я с энтузиазмом одобрил ее план, и Гризельда отправилась в путь, снабженной инструкцией, немедленно звонить мне, если решит, что дамы нуждаются в моем утешении. После ее ухода я обзвонил учителей воскресной школы. Они должны были собраться у меня без четверти восемь для подготовки к занятиям. Такие собрания мы проводили еженедельно, однако сейчас я решил, что при сложившихся обстоятельствах встречу лучше отложить. В следующем на сцене появился Деннис, вернувшийся с партии в теннис. Тот факт, что в доме произошло убийство, принес ему, по всей видимости, крайнее удовлетворение. — Как я понимаю, у нас тут убийство, — воскликнул он. Всегда хотел оказаться в центре таких событий. — Почему полиция заперла кабинет? А другой ключ к двери не подойдет? Я категорически запретил предпринимать нечто подобное. Деннис с явной неохотой подчинился. Вытянув из меня все до мельчайших подробностей, он отправился в сад искать следы, при этом бодро заметив, что нам повезло. Убили только старика Проттера, которого все терпеть не могли. Его веселое бездушие действовало мне на нервы. Однако я сказал себе, что придираюсь к мальчику. В возрасте Денниса любое детективное расследование — интереснейшее событие в жизни. И настоящее преступление с трупом, так сказать, на пороге, способно доставить любому здравомыслящему подростку массу удовольствия. Смерть мало что значит для 16-летнего мальчишки. Гризельда вернулась примерно через час. Она увидела сцен Проттера сразу после того, как у вдовы побывал инспектор и сообщил ей горестную весть. Выяснив, что миссис Проттеру в последний раз видела своего мужа в деревне без четверти шесть, и что она не располагает никакими сведениями, которые могли бы пролить свет на расследование, Слак отбыл в освояси и пообещал вернуться завтра для более подробного разговора. Он вел себя вполне благопристойно, с неохотой, сказала Гризельда. — Как миссис Проттера приняла известие? — спросил я. — Ну, она была очень спокойна. Но она всегда спокойна. — Да, — сказал я. — Не могу представить, чтобы Энн Проттера забилась в истерике. Естественно, известие стало для нее шоком, это было видно. Она поблагодарила меня за то, что я пришла. И я спросила, что могу для нее сделать, но она выразила мне признательность и сказала, что я ничем ей помочь не могу. — Как насчет Лэтис? — Ее не было дома. Она где-то играла в теннис и еще не вернулась. Наступила пауза, потом Гризельда сказала. — Между прочим, Лэн, она была очень спокойна. Что-то чрезвычайно странно. — Шок, — предположил я. — Да, наверное. И все же Гризельда в задумчивости нахмурилась. Почему-то на шок это было мало похоже. Мне кажется, она была не столько шокирована, сколько испугана. — Испугана? — Да, хотя и не показывала этого. Во всяком случае, не хотела показывать. Вот только взгляд у нее был странный, настороженный. Интересно, Энн догадывается, кто убил его? Она все спрашивала и спрашивала у меня, есть ли подозреваемые. — Вот как, — задумчиво произнес я. — Да, конечно, Энн великолепно умеет владеть собой. Но любой увидел бы, что она ужасно расстроена. Даже сильнее, чем я предположила бы, ведь она как-никак не испытывала к нему особой любви. Думаю, он вызывал у нее неприязнь, хотя допускаю, что неприязнь — это слишком слабо сказано. — Смерть иногда меняет отношения, — сказал я. — Да, наверное. Вошел Деннис и радостно сообщил, что нашел отпечаток чьей-то ноги на цветочной клумбе. Он был уверен, что полиция пропустила его и что этот след станет поворотной точкой в расследовании. Я провел беспокойную ночь. Деннис встал и ушел задолго до завтрака, намереваясь изучить последние результаты, как он выразился. Однако новость, причем сенсационную, принес не он, а Мэри. Мы только-только сели завтракать, когда она ворвалась в комнату, раскрасневшаяся, с горящими глазами и со своей обычной бесцеремонностью обратилась к нам. — Вы не поверите! Мне сейчас рассказал пекарь. Арестовали молодого мистера Рэддинга. — Лоуренса арестовали? — с изумлением воскрикнула Гризельда. — Невозможно! Это наверняка какая-то чудовищная ошибка. — Никакой ошибки, мэм! — с долей злорадства заявила Мэри. — Мистер Рэддинг сам к ним пришел и сдался. Вчера вечером, перед сном. Пошел, бросил пистолет на стол и сказал. — Это сделал я. Вот так. Она оглядела нас обоих, кивнула и удалилась, удовлетворенная произведенным эффектом. Мы с Гризельдой переглянулись. — Ох, этого не может быть! — сказала жена. — Этого просто не может быть! Заметив, что я молчу, она спросила. — Лэн, ты тоже считаешь, что этого не может быть? Я обнаружил, что мне трудно дать ей ответ и продолжал молчать. При этом у меня в голове роились всякие мысли. — Он, должно быть, помешался, — сказал Гризельда. — Сошел с ума! Или ты думаешь, что они вдвоем разглядывали пистолет и тот случайно выстрелил? — Такое, мне кажется, маловероятным. Но это наверняка была случайность, потому что у него нет и намека на мотив. Что ради всего на свете могло заставить Лоуренса пойти на убийство полковника Протеру? Я мог бы ответить на этот вопрос со всей определенностью, но решил как можно дольше оберегать честь Энн Протеру. Я надеялся, что еще есть шанс оградить ее доброе имя. Не забывая, они поссорились, — напомнил я, — из-за Летис и ее купального костюма. Да, но это же абсурд, даже если они с Летис тайно обручились. Нет, это не повод убивать ее отца. Мы не знаем всех истинных фактов. Но ты веришь в Этелэн? Как ты можешь? Я говорю тебе, я уверена, что Лоуренс не прикасался к нему. Не забывай, я встретил его у калитки. Он был похож на сумасшедшего. Да, но... Ох, это невозможно. А еще часы, — сказал я. Все это объясняет историю с часами. Должно быть, Лоуренс перевел их на 6.20, решив обеспечить себе алиби. И посмотри, как быстро инспектор Слак попался в ловушку. Лен, ты ошибаешься. Лоуренс знал, что часы спешат. Помогают викарию поспевать вовремя, — часто повторял он. Лоуренс никогда не совершил бы такую ошибку, не перевел бы часы на 6.22. Он перевел бы стрелки на какое-нибудь другое время, например, на безчетверти 7. Возможно, он не знал, в котором часу Проттера пришел сюда. Или, вероятно, он просто забыл, что часы спешат. Гризельда не согласилась со мной. Нет, если б человек задумал убийство, он позаботился бы о любой мелочи. Ты не можешь этого знать, дорогая, — мягко возразил я. Ты никогда его не совершала. Да. Продолжение следует...